Будущее поколение законодателей начало свою работу. Молодёжная палата при городском совете провела первое организационное собрание. На нём подвели итоги работы палаты прошлого созыва, утвердили руководящие посты и, самое главное, наметили планы на ближайшие пять лет. Молодёжная палата, как и городской совет, работает по созывам. После обновлённого состава депутатов переизбираются и члены молодёжной общественной организации. Ими могут быть студенты и работающая молодёжь. Главное условие – активная общественная позиция и желание преобразить жизнь к лучшему. Третий созыв утвердили в составе 13 человек. Опыт работы, общественной работы, депутатской работы. Вообще, в целом, даже я считаю, что это хорошая ступень для выражения таких моментов. Это как разработка законов Ленинско-автономного округа. Ну и в каких-то предложениях можно даже на уровне федерации. Молодёжь и всё, что с ней связано – главное направление в работе палаты. Члены второго созыва, по словам бывшего председателя, в этом плане отработали хорошо. А ещё они смогли лично поучаствовать в выборах 2014. Самый главный итог, конечно же, это то, что у нас ребята получили опыт. Достаточно большой опыт. Вот до этого, насколько я знаю, в предыдущих созывах ещё ни разу не было такого, чтобы мы массово пошли участвовать. Каждый на своих участках выдвигаться в качестве депутатов. То есть непосредственно то, к чему цель, суть палаты общественной. То есть это, по сути, как кандидаты, как будущие депутаты, будущие поколения депутатов. На первом собрании обсудили и концепцию государственной молодёжной политики. Активисты уже имеют порядка 20 рекомендаций. Например, оснастить спортивными комнатами студенческие общежития. Все предложения будут направлены в управление образованием и, возможно, воплотятся в жизнь.